Всем привет! Вы на канале Мы в Канаде. Меня зовут Лена и сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые нам задавали в комментариях в предыдущем видео, а именно как мы попали в Канаду, по какой программе мы приехали, как всё происходило. Начнём с того, что идея вообще про переезд в Канаду у нас появилась, наверное, в середине лета 2018 года. И заговорили мы об этом чисто случайно, потому как до этого мы были за границей, я ещё в студенчестве ездила на работу, на практике, и мне всегда, грубо говоря, в душе хотелось куда-то переехать, но как-то не попадались никакие такие случаи реальные, кто переехал легально на ПМЖ, чтобы поделиться каким-то реальным опытом. Поэтому, когда вот летом в 2018 году моему супругу написала знакомая, спросила просто, как дела, они очень давно ещё общались, и она ответила, что они на данный момент в Канаде переехали на ПМЖ, вот, и, то есть, у них всё отлично, им тут нравится и так далее. Мы, естественно, заинтересовались, спросили, как и что, и, как оказалось, они на тот момент уже в Канаде было, наверное, года 2-3, то есть, их история переезда была какова. Сначала переехал муж по рабочей визе, у них был опыт, по-моему, в мясопереработке, либо что-то такое, и муж получил визу временную рабочую на мясокомбинат, то есть, он переехал первый, где-то, наверное, года полтора они были вот по разные стороны, да, и где-то через полтора года она уже появилась у неё возможность, она к нему переехала, и оттуда они уже подались на пиар. Вот, естественно, мы заинтересовались и начали искать. Мы узнали, через какое агентство они подались, мы туда позвонили, рассказали о себе, всё, но нам сказали, что у нас шансов нет, потому как они отправляют на работу в основном рабочие специальности, то есть, те, кто, да, умеет что-то делать руками, в том случае, да, это была мясопереработка, то есть, нужно было иметь опыт в сельском хозяйстве непосредственно, да, именно в фермах, крупнорогатый скот и так далее. У нас такого опыта не было, то есть, я в профессии бухгалтер, я, в принципе, работала только бухгалтером в Украине. Муж у меня инженер-строитель, соответственно, у него больше 15 лет именно руководящей должности строительства, то есть, он был прорабом, начальником участка, вот, хоть это вроде как рабочая специальность, но по факту он инженер, да, он не каменщик, не плиточник, не фасадчик и так далее, то есть, все какие бы то ни было рабочие предложения, которые были на тот момент, они требовали опыта работы именно какой-то определенной профессии. У нас получается офисные, да, руководящие должности, мы туда не подходили, поэтому нам сразу сказали, извините, но у вас, скорее всего, шансов нет. Мы, конечно же, расстроились, и после того, когда уже мы так много информации читали, просто гуглили, смотрели, какие есть агентства, какие есть возможности, но мы не могли ничего найти, да, то, что вот подходило именно нам. Потом, естественно, мы наткнулись на информацию по, именно не по рабочей визе, да, а по иммиграции, то есть, уже приезжая в Канаду, вы приезжаете в статусе владельца пиар-карты, то есть, это тот человек, который уже имеет бессрочное право находиться в Канаде, работать и через три года подаваться на гражданство. Чтобы попасть в этой программе, нужно было зарегистрироваться в системе экспресс-энтри, я думаю, кто думал о переезде в Канаду, уже знает, что это такое, это такая система, в которую вы попадаете, вносите свои данные, и просто в этом пуле, да, вы висите год и ожидаете выборки, что пройдете, вы не пройдете, то есть, выберут вас на подачу или не выберут. Ну, мы, конечно, думали об этой идее сразу, но там тоже очень много нюансов, потому как, чтобы попасть в этот пул, нужно определенные баллы иметь, не все могут туда попасть, нужно иметь определенный возраст, уровень языка и, по-моему, определенное количество лет в профессии своей. Соответственно, помимо этого, чтобы подаваться по этой программе, нужно показать наличие средств на банковском счету. Поэтому, когда ты заполняешься, там указываешь, да, по этой программе на определенное количество членов семьи есть свои минимальные требования. То есть, Канада, когда подаетесь, да, она вам сообщает, к примеру, что по требованиям на четверых людей нужно иметь на первые полгода, там, 20 с чем-то, по-моему, тысяч канадских долларов. То есть, они должны быть у тебя на счету, и при подаче, если тебя выбрать, то ты должен доказать, показать, что эти деньги у тебя есть. Если они лежат там меньше, ты должен приложить документы, там, купли-продажи, либо что-то, либо они у тебя уже лежат долго, то есть, они твои, незаемные и так далее. То есть, нужно было, сами понимаете, да, на такую семью показать сразу эти деньги, чтобы они были на счетах и так далее. То есть, это был тоже такой ключевой момент решаться, не решаться на эту программу. В конце концов, мы перечитали все необходимые документы, мы поняли, что прежде всего нужно сдать язык и нужно эвалюировать свои дипломы, то есть, оценить образование. Основная масса всех оценок отправляется в ВЭС, это организация здесь, которая оценивает твой диплом. Все эти оценки, все эти экзамены, они дают тебе определенные баллы в этой системе экспресс-энтри, по которым, соответственно, ты потом, как кандидат, оцениваешься и набираешь необходимый минимум. На момент, когда мы все-таки оценили эти дипломы, сдали экзамены, я потом отдельно запишу, если интересно, видео по поводу сдачи, потому что сдача экзамена IELTS, это, конечно, еще тот квест, и кто в курсе сдавал, он знает, насколько это тяжело морально, физически и материально, потому что все это платно, все это дорого. Но по краткой предыстории, после того, как мы все-таки решили все это делать, мы занялись оценкой образования своего и занялись подготовкой к экзамену. Основным аппликантом была выбрана я, так как я моложе, потому как за возраст в этой системе тоже снимаются баллы, соответственно, чем старше ты после 30, тем у тебя меньше шансов быть выбрано, потому что за каждый год тебе снимается потом по 5 баллов. Вот, поэтому мы после всех этих шагов, мы наконец-то попали в этот пул. Я сдавала экзамен 4 раза на протяжении 9 месяцев, то есть у меня была подготовка помимо курсов, помимо перед экзаменом, тренировок по спикингу, я занималась в день по 3-4 часа самостоятельно, то есть это был такой штурм. Вот, у меня, конечно, была мотивация сдать на определенный балл, так как именно комбинация твоего образования магистра, определенная комбинация баллов по языку, плюс 3 года опыта работы в специальности, дает тебе бонус 100 баллов, и ты можешь сразу выскочить в этой таблице, да, в экспресс-центре на более выгодное положение. Вот, что было дальше? То есть после того, как мы сделали оценку дипломов, мы эвалюировали, то есть это заняло, наверное, сейчас мы подавали в имиджевый центр в Киеве свои документы здесь, они уже отправляли потом на ВЭС за границу. После того, как мы получили эти документы, мы продолжали подготовку по языку. По поводу оценки еще тут добавлю. Комбинацию, как я сказала, выигрышную, да, дает магистр. То есть у кого магистр, да, можете быть спокойны, если у вас, скажем так, официально признанный был институт и так далее, проблему не должно, вас оценят магистры. То же самое по специалисту. Они сверяют ваши предметы, которые вы учили, да, количество часов и так далее. То есть специалиста, если у вас диплом специалиста, процентов, ну, 90, я думаю, должны дать вам магистры, потому что специалист, в принципе, они засчитывают по годам обучения. Бакалавра же это 4, да, магистр, специалист это 5 и выше. Вот у моего мужа у него был специалист, соответственно, его тоже зачали магистры. То есть почему важно оценивать и себя, и своего супруга, да, то есть партнёра, потому как за это всё тоже даётся баллы. То есть даже если партнёр сдаёт язык, пусть он сдаёт плохо, мало, он всё равно вам принесёт какие-то баллы. Потому что вот экзамен, например, по языку у меня супруг тоже сдавал, он сдал его слабо, то есть 3 секции он сдал очень слабо, на разговор он стал хорошо. В итоге он дал мне по таблице свыше 1 балл, но тем не менее этот 1 балл бывает тоже решающим. Поэтому если есть возможность, нужно оценивать по максимуму всех, и супруга, и супругу. Вот что было дальше. Параллельно мы готовились, и, соответственно, когда у нас уже были первые документы, которые нам позволили в этой экспресс-центре зарегистрироваться, мы заполнили свои данные и стали ждать. На тот момент у меня было там 300 с чем-то баллов, грубо говоря, да, но потом, когда я пересдавала каждый раз язык, у меня баллы улучшались, и когда наконец-то я сдала на комбинацию 877 по IELTS, которая даёт из максимальных 9 по каждой секции, ты сдаёшь на вот этот минимум, который требуется, плюс 3 года опыта работы, плюс магистры, тебе система автоматом дополняет вот эти нужные 100 баллов. То есть принцип какой, да, есть определённый срез. Раньше, до пандемии, обычно, по-моему, раз или в 2-3 недели проходила выборка, соответственно, был проходной балл, и приглашалось там 2-3 тысячи аппликантов на подачу на эмиграцию. Если ты в эту выборку попадаешь, да, у тебя там, грубо говоря, 400 баллов, проходной там 390, у тебя выше либо равно, ты попадаешь в этот пул, и тебе приходят приглашения на подачу. После этого, то есть ты всё, что в своей анкете, ты как бы заполнил, сообщил о себе, ты должен подтвердить документально. То есть если ты написал, что у тебя такой язык, ты должен подтвердить это документом. Если написал, что ты там 3 года работал в ПП Иванов, ты должен подтвердить это документом. И не просто там справку, да, просто это всё с переводом, нотариальным заверением и так далее, чтобы все твои обязанности подходили под твой классификатор профессии, это там отдельная тема. В общем, всё должно быть соответственно того, что вы в этой анкете заполнили. Вот, и на тот момент, когда мы в конце окончательно уже пересдали тот экзамен языковой на тот балл, который нам был нужен, мы начали менять эти данные в этой анкете. Видите, у нас там тоже произошла такая неприятная ситуация. Мы когда подгружали свой сертификат языковой, я читала такое на форумах, часто бывает, не знаю почему, но наш профиль после обновления, он не обновился, он стал ineligible, то есть он стал недействительным, не имел права на подачу. То есть мы, ну бывает такое, не знаю, это какой-то сбой в системе. В общем, тоже такое по логике не поддающийся, но по факту бывает. Вот у нас такое тоже случилось, наш профиль стал ineligible, и мой личный на практике совет, после того, как вы что-то, вот уже, допустим, номинацию пригласили вас, или еще чего-то, или вы вот уже на финишное, но я бы ничего старалась не менять, потому как может вот так вот заглючить. То есть если ты на моменте получения номинации, а некоторые провинции, когда их дают, они их потом повторно не отправляют, если профиль там истек, либо заблокировал, вот как Альберта, они номинацию твою не пересылают, повторно в профиль, то есть если у тебя какой-то такой сбой произошел, ты не успел принять, у тебя заглючило все, то есть ты напишешь, сори, да, там, они вам не перешлют, а как известно, номинация, ну, то такое дело, что люди ждут, раз в жизни прилетает, поэтому лучше не исправлять ничего. Ну, вот уже на моменте таком, я имею в виду критическом, у нас критического момента не было, мы просто висели, болтались в пуле, мы сдали экзамен, баллы пришли какие хорошие, наконец-то я их добила, эти баллы. Вот, на тот момент проходной балл был порядка 440, 441, 439, вот такой вот балл, то есть все автоматом, то есть там есть определенные тоже таблицы в интернете, где эти баллы отслеживались, можно увидеть какую-то тенденцию. Соответственно, я просчитала, что если я сдам, да, я пройду. Вот, я наконец-то его сдала, у нас по этой системе стало 444 балла, мы уже практически, да, отмечали, вот, но вот в этот месяц резко начал балл расти, это был 2019 год, середина, по-моему, лета, и балл начал резко расти, то есть там стали 460, 470 и так далее, то есть за счет чего раз балл, за счет того, что в пуле появлялось очень много кандидатов, которые были моложе, которые знали не один английский, а знали там французский, у которых супруг тоже сдал очень хорошо и английский, а может быть тоже и французский, соответственно, каждая вот эта, да, опция, она добавляет баллов, соответственно, если ты человек, там, 27 лет, да, у тебя есть магистр, ты знаешь два языка, у тебя есть супруг, который тоже знает, там, два языка, которые тоже магистры, вот они 470, 480 и так далее, если там ты еще философ или кандидат наук, да, вот этот философ, в общем, не слушайте этот момент, то ты получаешь еще больше баллов за какую-то кандидатскую научную степень и так далее, вот, поэтому, поэтому балл начал расти, то есть я так подозреваю, да, больше людей об этом узнало, это стало более популярно, востребованно, то есть больше людей пыталось эмигрировать и так далее, балл начал расти, и я понимала, что в принципе французский, да, я уже морально была настолько выжата, то есть учить еще французский, а мне уже было, там, 32, по-моему, как бы, ну, просто физически я понимала, что все, я уже сделала все, что могла, муж у меня язык учить не особо был настроен, поэтому вот я решила, что все, вот остался, до февраля день рождения, я жду, то есть у меня после февраля балл опять упадет, да, то есть у меня затнимут эти 5 баллов за возраст, я решила, что, скорее всего, вот все, что мы сделали, да, молодцы, выучили язык, будем уже в Украине что-то искать, то есть если ничего не, нас не выбирает, если балл не падает, то скорее всего на этом все, потому что, ну, по рабочим визам, да, бухгалтер из Украины найти себе там работу, ну, это практически нереально, потому как, айтишникам, да, то есть очень много знакомых, которые вот по чатам нашли работу себе, находясь там в стране исхода, нашли там и поехали по рабочей, бухгалтеры, строители, это не настолько такие, строители, я имею в виду руководитель, в нашем случае, это не настолько такие востребованные профессии, чтобы делать, да, разрешение на работу, находясь еще в стране исхода, поэтому эти затеи мы оставили, студенческую визу мы тоже не рассматривали, потому как, во-первых, это финансово затратно, и во-вторых, не факт, что после 30 тебе одобрят эту студенческую визу и так далее, поэтому мы просто ждали, и наконец-то в сентябре у нас случилось заветное событие, которое помогло нам эмигрировать, и мы получили номинацию, какую, как и что нам это помогло, что нам это принесло в будущем, как мы ее получили, почему, и что нам это дало, я вам запишу уже в следующем видео, так что не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, я надеюсь, что вам было полезно, и продолжим чуть позже, пока-пока!